Здравствуйте и добро пожаловать из International House Wellness. В этом видео мы покажем вам, как задекларировать подоходный налог. Видеоматериалы были подготовлены совместно с налоговой службой, которую вы должно быть знаете как в АМИИ по официальному сокращению. Если вы похожи на большинство людей, мысль о процедуре уплаты налога может быть пугающей. Но не волнуйтесь, в конце этого видео вы лучше поймете, как декларировать свой подоходный налог и почувствовать себя более уверенно, делая это самостоятельно дома, следуя нашим инструкциям. Но прежде чем мы начнем, позвольте воспользоваться возможностью представить International House Wellness. В International House Wellness мы понимаем, что переезд из жизни в новой стране может быть трудной задачей. Вот почему мы предоставляем ценную поддержку информации всем иностранцам, приезжающим и проживающим в Вильнюсе. Мы используем обширную сеть национальных агентств, местных организаций и экспертов, чтобы максимально упростить процесс интеграции. Помимо предоставления поддержки информации, мы также организуем полезные семинары и мероприятия, на которые новички могут получить совет и познакомиться с другими иностранцами. Самое приятное, что все эти услуги бесплатны. Итак, если вы иностранец в Вильнюсе и вам нужна помощь, вы должны знать, что International House Wellness есть, чтобы помочь сделать вашу интеграцию как можно более плавной. А теперь, как и было обещано, приступим к декларации налогов. Важно отметить, что в 2023 году налоги декларируются за 2022 год, оконченный. Убедитесь, что ваши налоги задекларированы до 2 мая 2023 года. Также, кому нужно декларировать подоходный налог? Есть несколько групп людей, которые должны это сделать, и вы можете видеть их в списке на экране. Например, те, кто осуществлял индивидуальную деятельность по сертификату или имеет бизнес-сертификат. Поэтому, если вы попадаете в любую из этих категорий, убедитесь, что вы задекларировали свои налоги до крайнего срока 2 мая, чтобы избежать штрафов или сбора. А теперь, когда мы знаем, кто должен декларировать свои налоги, давайте поговорим о том, как это сделать. Есть несколько способов сделать это. Первый – в режиме онлайн с использованием системы электронного декларирования. Второй – назначив встречу с налоговым специалистом в МИИ International Hubs Vilnius, вы можете сделать это, посетив наш веб-сайт. Третье – вы можете посетить налоговую службу, контактную информацию которой вы можете найти на их веб-сайте, а также в описании под этим видео. И четвертый способ – позвонить в Центр налоговой информации или воспользоваться удаленными услугами по телефону, которые вы также видите на экране. Для целей этого видео мы объясним, как декларировать налоги онлайн. На самом деле это очень простой процесс, так как вся информация оцифрована и автоматизирована. Но также в случае, если вы решили запланировать встречу с консультантом по налогам International Hubs Vilnius, мы хотели бы показать вам, насколько это просто. Сначала перейдите на наш веб-сайт и нажмите кнопку «Назначить встречу». Затем выберите учреждение, которым вы хотите запланировать встречу. В этом случае выберите налоговую службу. Затем выберите дату и время, которое вам больше всего подходит. И после того, как вы зарегистрировали, вы получите подтверждение по электронной почте со всеми подробностями вашей встречи. Вот и все. Это действительно так просто. Помимо налоговой службы в International Hubs Vilnius также есть ряд других учреждений, всех которых предлагают услуги на английском и русских языках. А также бесплатно. Чтобы узнать больше о том, что еще мы можем предложить, обязательно посетите наш веб-сайт. А теперь давайте начнем с декларации ваших налогов онлайн. Первый шаг – зайти в систему электронного декларирования EDS. Вы можете просто ввести EDS в Google или использовать ссылку под этим видео или взять ее с официальным сайтом в МИИ. Система EDS доступна на английском языке, поэтому в ней будет легко ориентироваться, даже если вы не владеете литовским языком, но имеете уровень английского. Но все же, если вы предпочитаете использовать язык, отличный от английского либо литовского, например, русский, не волнуйтесь, вы всегда можете включить расширение автоматического перевода в своем браузере. Это позволит вам просматривать страницы на предпочитаемом вам языке. Вы также имеете в виду, что автоматический перевод иногда может допускать некоторые ошибки, но в этом видео мы обязательно объясним вам все значения. После того, как вы нашли систему EDS, пришло время авторизироваться. Просто перейдите в раздел «Декларации» на веб-сайте и нажмите кнопку «Войти». Если вы являетесь резиденцией Литвы, существует несколько способов доступа к электронным услугам, таким как система EDS. Одним из вариантов является использование авторизации банком, которое позволяет вам получить доступ к услугам в МИИ, используя ваши существующие учетные данные для онлайн-банкинга. Второй вариант – это использовать свою электронную подпись. Это может быть особенно полезно, если вы не пользуетесь литовским банком. Чтобы получить электронную подпись, вы можете пойти в физический магазин вашего оператора мобильной связи и попросить его сделать ее для вас. Получив электронную подпись, вы можете использовать ее для доступа к широкому спектру электронных услуг, также в том числе и в системе EDS для налоговой декларации. А теперь, когда мы вошли в систему, пришло время задекларировать налоги. Вот что вам нужно сделать. Во-первых, найти форму GPM 311. Как только вы ее нашли, выберите налоговый период за 2022 год. Затем нажмите на значок земного шара, чтобы продолжить. Теперь мы вступили в процесс декларации, где вам нужно будет заполнить различные поля, которые вы можете видеть сбоку на экране. Первое поле, которое вы должны заполнить, это ваш правовой статус. Для большинства иностранцев, имеющих вид на жительство в Литве, следует выбрать постоянный житель Литвы. Затем вы должны заполнить поле для любого дохода, который вы уже задекларировали за 2022 налоговый год. То есть, если вы уже задекларировали какой-то доход, пожалуйста, введите сумму в это поле. Если вы еще не декларировали какой-либо доход за 2022 налоговый год, вы можете оставить это поле пустым. После этого, пожалуйста, нажмите «Продолжить». Если вы работаете по трудовому договору и хотите задекларировать налоговую декларацию, а также возврат налогов, вы увидите заявленные данные от вашего работодателя, которые будут включать такие данные, как ваша зарплата, оплата командировок, подарки и так далее. Если вы видите, что суммы нужно скорректировать либо добавить что-то, нажмите на значок карандаша. После того, как вы нажали на карандаш, в этом поле года вы можете увидеть данные, предоставленные вашим работодателем и при необходимости скорректировать их. Нажмите «Сохранить», когда закончите. Когда мы вернулись на эту страницу, есть еще пункт, который вы можете заполнить, если у вас ограниченная трудоспособность. И в таком случае вы можете иметь право на повышенную и необлагаемую налогом сумму дохода. В этом разделе укажите данные о своем праве на это освобождение. Сюда входит информация о любом установленном уровне особых потребностей или инвалидностей. Предоставив эту информацию, вы сможете уменьшить свой налогооблагаемый доход и платить меньше налога. Обязательно внимательно ознакомьтесь с требователем для этого исключения и предоставьте точную информацию, чтобы убедиться, что вы правильно заявляете об этом. Когда вы закончили с этим разделом, нажмите «Да, все верно» и продолжите. Теперь в этом поле вам нужно будет заполнить данные о своих доходах, о деятельности, к примеру, в качестве индивидуального предпринимателя или фрилансера, как в Литве, так и за границей. К примеру, если вы работали фрилансером в литовской компании по договору на индивидуальную деятельность, ваш доход уже может быть задекларирован со стороны компании, и вы увидите это в системе. Однако, если у вас есть какой-либо другой доход, который не был включен в систему, вы его тут не видите, вам нужно будет добавить его вручную. Убедитесь, что все данные введены правильно. Следующий пункт в этом поле – это принцип учета. Вам нужно будет указать, как вы получили платежи. Нужно будет указать, были ли платежи произведены наличными или по счетам банковским переводом. Эта информация важна, поэтому убедитесь, что вводите ее точно. После того, как вы ввели данные, нажмите тут «Сохранить». И на этой странице есть еще один важный пункт, который нужно заполнить – это способ признания авторизированных расчетов. То есть, это, по сути, есть необлагаемым налогом по расходах. Давайте о нем чуть-чуть поговорим. К примеру, как индивидуальный предприниматель, вы можете вычислить расходы, которые связаны с вашей работой. Литовская налоговая система работает на хорошем понимании того, что нет прибыли без расходов. Это также означает, что вы имеете право на уменьшение подоходного налога. Например, если взять практический пример, то если вы водитель такси, и вы заработали 30 евро, но потратили 30 евро на бензин, то система учтет, что у вас есть расходы. И, по сути, тогда вы будете платить налоги только с фактического дохода. А в этом случае, где вы видите «изменить дату», то есть «изменить данные», есть два способа подтвердить свои расходы. Первое – по фактическим расходам, и второе – это 30% автоматических высчетов от налога. Как мы уже упомянули, налоговая система Литвы понимает, что доходов без расходов не бывает, поэтому за декларацию вы получаете автоматический вычет в размере 30%. Используя тот уже приведенный пример ранее с такси, то 30% от 100 евро составляет 30 евро. И таким образом вам облагаемый доход после вычета расходов будет составлять 70 евро. Но вам не нужно будет вводить никакие дополнительные данные, просто ввести, что вы хотите получить 30% также доходовую ставку. Другой способ для тех, кто потратил более 30%, тот, который по фактическим расходам. Допустим, если привести пример, то может быть такой. Вы разработчик, и вы потратили 50% своего расхода, к примеру, для того, чтобы купить новый мощный ноутбук, который нужен вам для работы. В таком случае вы можете предоставить квитанцию за свой ноутбук в качестве доказательства расходов. Однако будьте готовы, что расходы, связанные, должны быть непосредственно с вашей работой. Иногда даже покупка некоторых приложений для работы может не засчитываться. При необходимости налоговые специалисты могут также запросить дополнительную информацию либо связаться с вами для уточнения. Помните, при добавлении в систему важно указать полную сумму дохода, включая любые расходы, так как снятие расходов будет рассчитано системой автоматически после того, как вы выберете способ расхода. После того, как вы закончили с этой так же полем, нажмите «Да» и «Продолжить». Следующее поле касается тех, если у вас есть какой-либо доход, связанный с недвижимостью, например, доход от аренды или доход от продажи или передачи земли, зданий или другого недвижимого имущества, вам также нужно будет это задекларировать. Это также относится, к примеру, доходом от аренды или продажи таких предметов, как бытовая техника, транспортные средства и так далее. Вы можете видеть на экране. Кроме того, если вы получаете доход от продажи леса или отходов, то вам также будет необходимо декларировать его. Если же такого типа доходы не связаны с вашей деятельностью, то вы должны нажать «Нет, я не получал». Следующее поле для тех, если вы работали и заработали проценты от интереса в Литве или за границей, в таком случае вы также должны их задекларировать. Сюда входят проценты по кредитам, предоставленным компаниям и другим резидентам, депозиты в кредитных учреждениях и ценные бумаги. Это также относится к процентам, полученным с потребительского кредита, средства, привлеченных через платформы разных кредитирований, а также к олдфандингам. Если же такого типа дохода у вас нет, просто нажмите «Нет, я не получал». Следующее поле – это если вы получали какой-либо другой доход, не упомянутый ранее, то вам также будет необходимо его задекларировать. Это включает в себя распределенную прибыль, к примеру, дивиденды, авторские отчисления, подарки, полученные от неродственников, превышающие 2500 тысяч евро в год, выгражи в осадных играх и выгоды устрахования, а также досрочное расторжение пенсионных договоров, это может быть также доходы от оказания услуг или в качестве главы малого товарищесу. Если же такого типа дохода не связаны с вашей деятельностью, которую вы декларируете, нажмите «Нет, я не получал». Следующий пункт – это еще одна причина снизить заявленный процент налога. Если, к примеру, вы понесли расходы, которые уменьшают доход в Литве или за границей, то вы также можете их указать. Расходы, подлежащие уменьшению дохода, это могут включать. К примеру, это может быть плата за профессиональное обучение или обучение в университете, которое вам нужно для работы. Это могут быть проценты по этипетичному кредиту, взносы по страхованию жизни, взносы в пенсионные фонды, расходы на ремонт или услуги по уходу за детьми до 18 лет. Если же такого типа дохода и расхода нет, и они не связаны с вашей деятельностью, нажмите «Нет, я не получал». А теперь мы завершили заполнение необходимых данных и пришло время сформировать декларацию. У нас есть два варианта. Первый – это нажмите «Сформировать декларацию», чтобы отправить ее сейчас, или нажмите «Продолжить заполнение позже», если вам нужно сохранить свой прогресс и вернуться к нему позже. Обратите внимание, что после подачи декларации вы не сможете внести в нее какие-либо изменения, поэтому обязательно внимательно изучите всю информацию перед отправкой. Если вы нажимаете «Сформировать декларацию», то у вас также получится увидеть такое окошко, и вам нужно будет подождать некоторое время, пока декларация будет сформирована. После заполнения декларации о доходах и расходах вы увидите окончательную сумму, которая должна была быть либо возвращена вам от государства, либо уплачена вами в налоговой службе. К примеру, если у вас были превышены налоговые платежи или вы являетесь лицом, работающим по трудовому договору, вы можете получить налоговый возврат. Вы увидите зеленым написанным возврат вместе с суммой, подлежащей возврату, и номером кредитной карты, на которую деньги будут переведены в течение пары месяцев. Но если вы видите платить вместо возврат, это означает, что вы должны уплатить налоги. И мы также объясним, как. Ниже под этой суммой, вторую сумму, вы также увидите платеж, который должен быть сделать СОДРУ, Национальное агентство социального обеспечения. Если вы видите, что нужно заплатить сумму, мы предлагаем вам позвонить на горячую линию СОДРУ или назначить встречу со специалистом International Hubs Venus, чтобы подтвердить платеж и при неплодимости продолжить его оплату. Также прокрутив вниз эту страницу, вы можете увидеть все указанные вам детали, а также можете скачать файл, нажав на «Скачать файл» в верхнем левом углу, где увидите все данные, которые вы ввели до этого. И теперь последнее, оно очень важное. Нажмите «Подать декларацию». Поздравляем! Вы успешно подали налоговую декларацию. И если требуется дополнительная информация, специалисты налоговой службы свяжутся с вами. Однако остался один последний шаг. Это уплата налога. Как же заплатить заявленный налог? Для оплаты заявленного налога вам необходимо выбрать способ, как вы хотите это сделать. Первое – через банковский перевод. На этом экране вы можете видеть все детали банка, а также подробную инструкцию, как вы можете это сделать. Для того, чтобы оплатить заявленный налог, вам нужно выбрать банк, указать все детали, также указать платежные поручения, код юридического лица, наименование получателя, также ваши данные и сумму, и сделать перевод. Также, как мы уже сказали, есть и другие различные способы оплаты налогом. Также вы можете уплатить свои налоги в почтовых отделениях, используя онлайн-порталы. Это может быть кассы магазинов, а также разные мобильные приложения, которые вы также видите на экране. Пожалуйста, не забудьте оплатить ваш налог, по крайней мере, за два дня до крайнего срока подачи декларации, чтобы обеспечить своевременную оплату. Ну и на этом все. Спасибо за просмотр этого видео, и мы надеемся, что оно было полезным. Если у вас есть дополнительный вопрос, или вам нужна помощь, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в нам, либо оставлять свои комментарии и вопросы в описании под этим видео на YouTube. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!